друзья всем привет принес немножечко металлолома один поворотный кулак атаки вот второй сейчас это все дело под раскидаю гранату разберу вытру от мазута и покажу что будет это будет у меня заместо опорных подшипников шкив я вынесу вот такие вот у меня есть шкивы сейчас вот эту болванку отрежу шкив приварю прямо к ступице у меня будет ремень стоять снаружи короба вот как то так в общем сейчас все посмотрите это все дело происходит из уголков сварю каркас а там уже буду располагать все по месту я думаю сложности никаких возникнуть не должно что получится то так отрезал мужики шкив такая болваночка осталось вот второй не стал в общем девятошная граната вот сюда внутрь она замечательно плотненько заходит даже вот так вот берусь вот ступица тоже граната разобрана то есть внутренностей вот так вот нету и туда замечательным образом зашла вот эта часть вот ступицы и все она получается отцентровалась вот осталось теперь это все дело обварить по кругу и сбить вот ничего даже и держать и целиться не надо вот как то так сейчас в кислоток зажму и по кругу и обварю дальше волковский кардан кардан волковский длинненький буду использовать наверное его навал по толщине мне кажется он идеально должен подойти и одеться прямо вот сюда на гранаты вот одену она его центрует а потом приварю к гранате да и все вот как то так отлично сейчас флянцы поотрезаю и нужный мне размер вырежу так мужики ну отрезал кардан метр десять в чистоте будет косить где-то метр одну ступицу поставил прихватил на 3 прихватки пока чтобы проверить соосность все дела сейчас вот покажу как вставляются давите плотненько все из-за того что ступицы точнее гранаты да гранаты выступить и гранаты имеют вот здесь вот до утолщения потом идет чуть тоньше потом опять утолщение вот она сама себя центрует и ставит в нужном положении кардан как раз по диаметру подходящим стало дальше приглашаем сколько надо сколько столько и пригласим всю перекос здесь исключен сейчас тоже ставлю три прихватки пока и будем посмотреть эти по сбивал на пальце они не нужны вот так все просто мужики ну вот мужики получилось вот такая штукинсы собрал поставим место кулаки все шкив присутствует он будет стоять снаружи прокатил вроде кажется все ровненько а там а там посмотрим здесь подшипник туговат он чё пойдет все это дело душное новое ничего ставить не буду отлично получилось так труба у меня метр десять повторюсь сейчас отступаю пять сантиметров от края так чтобы в гранату не попасть и с этой стороны пять сантиметров как раз метр захвата это будет крепиться к рамке это я отпилю эти стойки они не нужны мужики в меме не нужны я их отрежу здесь есть еще вот такие вот три уха которые тоже можно использовать как крепление до рамы вот и все как-то так и так кардан просверлен каждый разметил каждые пять сантиметров по всей длине вот от края этого до края этого ровно метр ну соответственно под 90 градусов поперёк будем так ли да еще между ними рассчитал и также по пять сантиметров отметим получилось вот здесь вот здесь и здесь сорок одно отверстие вот теперь мне нужно поехать 9 часов магазин открытым поехать купить 41 болт 90 восьмерочка будет и посчитал примерно где-то порядка семи метров цепи пятерки возьму ну такой возьму чуть больше потому что не знаю как я буду делать длину этих самых цепи или 15 сделаю может даже 17 как раз пополам свет здесь чикать как раз от 17 самый раз сейчас разберемся плюс минус разберемся вот как-то так не буду ставить через одну это сейчас принципе все увидите одну цепь сюда другую цепь туда одну сюда другую туда вот расстояние будет между цепями которые будут смотреть в одну сторону 10 сантиметров аналогично также точно и здесь одна сюда другая туда одна сюда правая туда вот мы соответственно что у нас получается два с половиной то есть между звеньями когда будет это все дело вращаться в одном целом барабане расстояние два с половиной сантиметра плюс ширина звена как попадет до либо так либо так в общем будет задействована вся площадь весь метр вот такие думаю должны получиться рю думаю должно получиться так а так как пойдет может и конструкция будет нерабочая как-то так в общем сейчас посмотрим итак друзья рамка сварена вал установлен все замечательно все меня устраивает уголок 40 на 40 внутри 70 так метр 10 почему такой размер об этом немножко позже на сейчас я труба 20 на 20 изготавливаю три арки одна с одного края другая с другого и одна где-то вот где-то вот так вот чтобы между арками поставить какую-то площадку и закрепить двигатель вот как-то так сейчас сделаю и посмотрим так сону дуги ну крайне с этой стороны полтора на полтора что он не нашел 2 на 2 или 20 на 20 кому как нравится да вот две так крайне еще металл держать вот там сейчас еще стоечку кину для усиления чтоб когда ремень на тянут был не прогибалась была упора вот и площадку делаю сверху что я не рассчитал немножко тот момент что лист хочу снизу прикрутить чтоб он полностью был гладкий меньше всего мусора собиралась здесь угла нету будет туда-сюда он снизу остается вот как-то так и вот чтобы подсунуть его придется здесь такой зауленный вырезаться придется наверное из двух кусков шить сначала один пришить потом в другой стороны другой вот шовчик заварю потом или просто ставится нахлёст останется в общем это не столь важно главное что начало есть размер примерно как чуть больше чем 200 литровая бочка то есть вывел так как вал внутри у меня стоит расстояние 32 сантиметра до края от трубы что в одну что в другую сторону вот я этот радиус вот так и повторим то есть 32 от вала получается вот сюда также по кругу все это промерил настроил выставил сначала две крайние потом среднюю все это находится в одной говорится но только снизу в одной плоскости вот как-то так не знаю правильно делаю неправильно но хочется почему-то так стенки боковые зашивать не буду пускай вылетает пыль мусор здесь она пойдет пониже как бы за счет того будет защищено и вперед если вдруг цепь оторвется да потому что их буду прикручивать да она пойдет пониже то есть будет она сначала валить траву потом ее рубить снизу сколько там будет выглядывать и не знаю цепи посмотрим плюс ее можно поставить еще я думаю вот таким образом под таким углом да этот край пониже или наоборот там как она будет в общем попробуем посмотрим итак друзья значит геометрия мне вот это вот не понравилось абсолютно не понравилось не знаю почему еще и не работать не работал да уже читают ну что-то не то делаю в общем вырезал лишнее так произвольно будем так говорить выставил трубу вот эту на центр эта труба 60 на 60 на ней будет площадка стоять плюс к ней будет еще третья точка крепится и все это дело поддерживать 3 . будет чтобы снизить нагрузку на крепление вот геометрия теперь вот такая дистанция не изменилась то есть от центра вала да и вот так вот по абсолютно 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 одинаковое расстояние но это это вырежу куда-нибудь пригодится еще так чё продолжаю дальше ставлю сейчас площадку кидаю здесь дополнительно косыны не знаю зачем ну кину здесь обязательно с этой стороны потому что будет крепится 3 . до верха треугольника вот и площадка под двигатель приварится сверху и удобно будет снимать и ставить двигателя потому что здесь будет все зашито по крайней мере можно подлезть и поставить и снять двигатель буду использовать с мотоблока мужики мотоблочный потому что она нужна не каждый день мне не сложно там четыре болта открутить и сюда его поставить и тросик скинуть да а зульки вот как то так все продолжаю обваривать все эти дела сделаю сейчас крепление сделаю площадку а потом покажу итак продолжаю дальше площадку сварил двигатель установил поехал купил ремень а точнее два размер 1 был купил 1450 другой полторы тысячи размер вот профиль 1500 в общем этот ремень не вообще подошел в идеале я его натянул двигателем то есть сначала поставил накинул двигатель был приподнят вот так вот стоял а потом болтом его притянул и ремень довольно таки неплохо натянуться но вытянется поставлю натяжной ролик посмотрим это не беда либо откручу и подложу с одной стороны по шайбе он еще на тянет вот как то так сейчас заведем посмотрим значит еще сделал еще сделал следующее я там говорил чуть раньше было вот так вот сорок одно отверстие ну я все таки его укоротил нас три с половиной сантиметра от кардан изначального был у меня метр 10 я его именно кардан я его укоротил еще на три с половиной сантиметра соответственно вот эти вот отверстие одно нечетное она сдвинулась и его гранате приварил то есть теперь с одной стороны вот здесь 20 отверстий и вот с этой стороны тоже 20 отверстий то есть я буду использовать 20 кусков цепи 10 в одну сторону 10 в другую также здесь 10 в одну 10 другую то есть чтобы не было дисбаланса до сильного будем так говорить хотя он будет присутствовать но уже может не такой ощутимый потому что если бы было на одной стороне 20 на другой как я делал 21 да то есть вес на одну сторону к на какую-то приходил приходился бы больше но это так логически рассуждаю вот это должна была быть середина сейчас ее нет как-то так то есть одинаковые килограммы будут что туда что туда что туда что туда на все четыре стороны я думаю суть уловили как соберу покажу все теперь можно завести сейчас если не перевернул площадка площадка металл пятерка здесь косыны проваренный к трубе здесь тоже металл пятерка проварена чтоб двигатель там туда не сюда никуда здесь размечена вот как снял с мотоблока с этой площадкой такие у болты вот сюда и поставил хотя можно было открутить еще здесь и убрать эту подошву ну пускай будет так и теми же болтами четырьмя прикрутим так косыны также здесь здесь все проварено снаружи снутри вот такие дела площадка в моем случае 25 на 25 сделал почему такую длинную ты не знаю захотелось так пускай будет так удобно подлазить даже если здесь будет металл зашит вот они болты все вот очень удобно такие удела так ночью пуск сделаем сделаем пуск если конечно не перевернется сейчас одной рукой вал вращается сюда то есть он будет бить сверху вниз на телефоне ну как на видео да кажется что вал вращается в обратную сторону но это эффект такой присутствует как и на колесах и на всем остальном вот такие вот дела так мужики на этом наверно пожалуй и все дальше все это дело разбираю делаю крепление для навески третью точку крепления обшиваю внутри и как говорится пробуем оставлю цепи прикручиваю и поедем пробовать косить но это будет уже в другом видосе мужики на этом пожалуй все все у меня по крайней мере получилось установить разместить расположить и вписаться в тот размер который я задумал почему метр десять до помните я уже говорил ширина метр десять вот у меня метр десять ширина будет моего следующего трактора по краям колес и эта косилка будет тоже работать на нем вот такие вот мужики дела ладно всем пока с вами был санек скоро вторая часть пишите комментарий будет работать не будет работать может еще какие-то нужны будут нововведения до предложениям модификацию кто предложит свою я хочу попробовать вот так вот такие дела ладно всем пока пока пока